Который потихоньку становится традицией, потому что ровно год назад мы тоже имели честь приветствовать здесь тех, кто слетелся в гнездо глухаря. А вот ровно через год на новом уровне, с новыми книгами и альбомами уже достаточно известного поэта и гражданина, я бы так сказал, Анатолия Пшеничного. Вот у меня в руках, сразу вам говорю, новая книга его и новый диск. Диск называется «Держись, Алеша», а книга «Спасители белого света». Поэтому сегодняшний вечер мы в основном посвятим презентации вот этих двух вещей, но так как они тоже посвящены Дню Победы, думаю, что все здесь сольется. Я вкратце скажу, что Анатолий Пшеничный простой сельский парень, уральский парень, который по велению судеб и начальников уже ушедшей нашей страны, Советского Союза, прошел большой жизненный путь через дипломатическую академию, стал работать в Министерстве иностранных дел в различных представительствах за рубежом в Европе. Но так как он был поэт, всегда, еще до того, как выбрал эту эстезию, естественно, он внутри МИДа занимался в основном вопросами культуры. Был помощником, шефа культуры, занимал другие подобные должности, но параллельно рос как поэт. Достаточно сказать, что Анатолий является лауреатом премии Ленинского комсомола, как поэт. Его произведения печатались в таких журналах, как, допустим, «Юность», и поэтому в Советском Союзе бывшем его знали хорошо. А потом, немного позже, на его стихи стали писать песни. И вот сегодня эти произведения исполняют многие современные эстрадные певцы. В первую очередь, безусловно, это певец и композитор Игорь Слотский. Александр Буйнов поет его песни. И тут, пожалуй, стоит объяснить, почему я генерал, веду уже второй год подряд его вечер. Просто маршал сегодня не приехал, я имею в виду Александр Маршал, он не смог, потому что он тоже поет песни на стихи Анатолия Пшеничева. Ну вот, пожалуй, вкратце и все. Я думаю, что вы уже ждете встречи с этим замечательным человеком. Я с удовольствием приглашаю на сцену своего друга, поэта российского, Анатолия Пшеничева. Здравствуйте, дорогие друзья. Здорово, что мы в прошлый раз так спели, в прошлый 9 мая, что нас пригласили руководству, администрация клуба пригласила еще раз. И очень хорошо, 9 мая, здесь, в центре Москвы, что звучат песни, которые созвучны, я их писал так, чтобы для каждого было понятно и каждый отыкнулся душой. Я не буду долго говорить уже, уже замечательный наш, мой товарищ Григорий Демин уже все сказал, что можно. Видео в армии тоже есть и поющие генералы, и люди понимают, что такое музыка вообще и для армии, и для всех людей, которые за рулю нападеют. Тогда начнем сразу уже, сразу с новой песни, она написана совсем недавно, в преддверии вот этого праздника, и называется она «Молодая Победа». Прекли на границе за букетом, букетом, и вспыхнуло солнце на меди, Знамена развернуты, семьдесят лет, исполнилось нашей победе. Почти уже все под крестом и звездой спасители белого света. Так время летит, но всегда молодой, останется наша победа. Гвардейские ленты горят в синеве, и вспомню я в прошлое глядя, Как крепкой рукою в пустом рукаве, меня прижимал к себе батя. Ах, как я гордился отцовской судьбой на улицах майского цвета! Давно его нет, но всегда молодой, отцовская будет победа. Давно его нет, но всегда молодой, отцовская будет победа. Но снова тревожно вдоль наших границ, у века короткая память. И ненависть с черными крыльями птиц, все тужится небо расплавить. Но дети и внуки, по битвы святой, живут на земле, а не где-то. И вот, потому-то всегда молодой, останется наша победа. И вот, потому-то всегда молодой, останется наша победа. Но дети и внуки, по битвы святой, живут на земле, а не где-то. И вот, потому-то всегда молодой, останется наша победа. И вот, потому-то всегда молодой, останется наша победа. И вот, потому-то, фактически пример. Я думал, что мы пели в новый раз. Я пытался эту книгу, новый и диск объединить две войны. Это практически сегодня было песни о неубитой войне. Мы думали, что война закончилась, мы 70 лет празднуем, что она закончилась. Но она оказалась неубитой. И часть его, песен и стихов, будут посвящены как раз украинской тематике. То, что там происходит. Я вам скажу больше. Я сейчас с Володей разговаривал о земляках. У меня вчера, позавчера в два дня были вечера в городе Наурале, в Екатеринбурге университете и в городе Алапаевск. И вот то, что приехал, там был в большом дворце городской культуры, был этот вечер. Были эти песни. И вдруг утром, когда я приехал, я посмотрел, мэр города, просто здесь белый весь. Кто-то ночью развесил баннеры фашистов, целая коробка фашистов, шагает, попручает к Красной Точке, в обрамленную этой гвардейской лентой. И вот так вот кто-то решил отметить. Все это стало известно. Люди, которые хотели насолить как бы руководство города, вывесили, использовали вот этот случай. То есть мы говорим, если о том, что в Украине вот эти люди забыли все, что было вместе взятое, то есть они у нас есть такие, такие твари, можно сказать, да, использующие для себя отомстил. Его не избрали в Думу, там, городскую или в областную Думу. Его отомстил, развесил баннеры с фашистами, шагающими по Красной площади. Они сражались за рулем, примерно так. Но выступление в конце вечера прошло очень сильно. То есть вот то, что исполнялось, снова восстановился дух единый, я очень этому рад. А то, что происходит у нас сейчас рядом с нашими границей, с нашими братьями, это особая песня. Я сейчас скажу стихотворение и спою стихотворение, баллада о последнем ветеране. Ненависть, стреляющая в спину, греется у черного костра. Где же твои песни, Украина, младшая, коханная сестра? Где ты, крепость веры православной, или растеклась, будто свала? Если крестоносные державы в киевские целят купола? И страшнее, чем раны наживые, Нам телеэкранные бои, Где горят, как факелы живые, Стражники молчащие твои. И сквозь вой, сквозь рев звериный, Глядь, как в петлю история творит. Чудится, ты слышишь меня, батька? Эхо безответное кричит. Что ж ты, батька, руки опускаешь? За какую прячешься вину, Раненую птицей отпускаешь Над Днепром летящую страну. Она крылья битые простерла, Дальники качая у реки. У России схватывает горло От любви, обиды и тоски. Кровь одна течет у нас по жилам. У нас мира общая добра, Только б свои крылья не сложила Птица над серединой. Днепра. Палата последнего герания. Это стихотворение, но я вам порваю. Пришел солдат с войны домой, Как будто все ему впервой. Как будто по лугам Корни срезала войной. Прополомать погиб отец, И только северский донец, Как лошадь сена, Берег тычется волной. Пусть ему нет и двадцати, Он полвой не успел пройти. Так он видел, что Господь не привидей. Пришел с победою живой, И орден славы боевой, С гвардейской ленточкой сияет на груди. Пришел с победою живой, И орден славы боевой, С гвардейской ленточкой сияет на груди. И обгоревал, да и зажил, Пошел с собой и дом сложил. И мой чарку за победу пил до дна, Отправил бочку под венец, Дождался внука наконец, И свято верил, что закончилась война. Но через семьдесятков лет Стоял у черных яблоньев, Кулак живая над обрушенным крыльцом. А мимо дома, не таясь, Текла бандеровская грязь, И красный гривый парк над северским концом. Темнело небо, как экран стоял последний ветеран, С ружьишком старым, будто посохом в руке. Старик не плакал, не стрелял, И только орден приживал С гвардейской ленточкой на мятом петчане. Они до тла спалили дом, Победно гаркая притом, Но потом самих их вышивали мечом. Не выпуская ствол из рук, На пепелище плакал мут, С гвардейской ленточкой под раненым плечом. Не выпуская ствол из рук, На пепелище плакал мут, С гвардейской ленточкой под раненым плечом. Пришел солдат с войны домой, Как будто все его первой, Как будто по лугам корни срезала, Война убитая, наконец, Не только северский танец, Как лошадь сена, Перетычится в полу полы. И вот после этой правды, Знаю такую правду, Вдруг где-то 20 дней назад Прозвучало по всем телеграфным агентствам Канцлер Германии. Германия пригрозила России. Это вы помните, наверное, было недавно. Германия пригрозила на Россию, После 70 лет, после того, что было. Старение называется Германия. Чья бы корова мычала, Германская бы лучше молчала, Припомнила б для начала Про Нюрберг, поджавший хвост, О том, как в соплях бежала, От тех, кто и вырвал, сжала, Как будто и не визжала над карту Дранг на хвост. Германия злом не пышет, Но все еще трудно дышим, Когда по неволе слышим Про ордну твой крововой. И в каждом российском доме Пока что в любом альбоме Есть капли застывшей крови, Разбрызганные тобой. Видать, без слезы и вздоха Бойцы закопали плохо, Больную твою эпоху В грядущей торопясь. И там, где прошла ты стадом, Земля пропиталась ядом, И диким безумным садом Из прошлого поднялась. И выросший в нем безумец На брата поднял трезубец. Германия, ты ликуешь К былому нащупав мост, И память заклеив наспех, Ты киев берешь, как ластик, Стирая следы от свастик Над выцветшим, дранг на хост. И вот то, что сейчас происходит С памятниками с нашими, Особенно ведь дошли уже До памятника нашим воинам, солдатам. Конечно, есть эта песня, И называется «На посты памяти». Я ее включил, тоже был новый диск, Она там есть. На площадях, на кладбищах, в парках, Где шли бои у гор чужих рек, Они стоят, упавшие в атаках, Они стоят, воскресшие на век. И небы уйдут, ни днем они, ни ночью, Не бросят пост по снегам и дождем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, Дождись, братишка, мы к тебе придем. За их спиной гранитный издален, А на руках и дети, и цветы, И помни всех упавших по именам, Они стоят, как в памяти посты. И небы уйдут, ни днем они, ни ночью, Не бросят пост по снегам и дождем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, Дождись, братишка, мы к тебе придем. Все крашу жизнь в спасенных ими страх, И все скупее тречи и лепки. Еще вчера, любимые и желанные, Уже сегодня, будто бы враги. И не уйдут, ни днем они, ни ночью, Не бросят пост по снегам и дождем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, Дождись, братишка, мы к тебе придем. Пусть не сотрутся памятные даты, Вонзаясь в мир тревожащий строкой. Они стоят, советские солдаты, Не тяготятся должностью такой, И не уйдут, ни днем они, ни ночью, Не бросят пост по снегам и дождем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, Дождись, братишка, мы к тебе придем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, Держись, братишка, мы к тебе придем. И не уйдут, ни днем они, ни ночью, Не бросят пост по снегам и дождем. Держись, Алеша, бой еще не кончен, Дождись, братишка, мы к тебе придем. Дождись, Алеша, бой еще не кончен, Держись, братишка, мы к тебе придем. Когда опускались высокие тени А где-то рассвет начинался другой Садились с братишкой к отцу на колени Послушать про битву под курской дугой Солдаты вставали по красной ракете Свинец по броне воробанил, как град И папка, такой, как на желтом портрете Карабкался к доту со связкой гранат Он нам о себе не рассказывал много Зато поименно припомнить могли Мы каждого друга его фронтового И тех, кто вернулся, и тех, кто легли От майских салютов светлело в округе И гордости звезды, не пряча в глазах Мы шли и держались за папкины руки За крепкие руки в пустых рукавах Берег левый, берег правый Пограничная волна Говорят, была держава Говорят, была страна Только что это за берег Все обломки для тума И выдергивает телек из розетки ветеран И выдергивает телек из розетки ветеран Ничего им не забыто В нем живет пока живом Та смертельная обида В сорок первом на живом Разве же мог он над обедать Что пройдут его следы От обиды до победы От победы до беды Он, конечно, не бездомный Он, конечно, пьет и ест Он конверт международный Бросит другу в город Брест К обилиску виновата Подойдет он покурить Повезло же вам, ребята До такого не дожить Повезло же вам, ребята До такого не дожить Красный день, а он не весен Горький выслушал рассказ О растерзанной Одессе Про былающий Донбасс Эй, правитель, от обедов, глядь, стоят твои деды От обиды до победы От обиды до победы От победы до беды Берег левый, берег правый Пограничная луна Говорят, была держава Говорят, была страна Говорят, была держава Говорят, была страна Спасибо Откуда берутся силы У загненных в пустоту Возьми нас к себе, Россия Колышется на ветру Так гибнущий в море кто-то Шлет крики радиограмм Так в детских домах сироты Тайком отвлекают Мам Взлетелось, трезубца Картнув, багровая стая крыл Чтоб вздрогнул Донецк и Хайков И чтоб захлебнулся Крым Славянская дверь тькачнулась Но как от дурного сна Россия моя очнулась И вспомнила, кто она И вспомнив свои народы Плечом повела в ночи И пылью стряхнула Годы сиденья на печи Под яростный лайк лёкот Раздвинула правдой ложь Прямой развернула локоть И вымолыла Не трожь, колышется Ось земная Как будто перед войной Но слышится вновь Родная Возьми нас к себе Домой Попробуй паскаль Так называется Это ситарение, которое тоже спою Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если б я знал Что будет так Там, где был друг Там теперь враг Мог ли давно Друга любя Пулю его взять На себя Этот прикол Знали мы встать Здравствуй, Хакроу Здравствуй, Москаль И не щадя И юных голов Брали Донецк Киев или Волк Помнишь тот бой В центре земли Где мы с тобой Оба легли Сыпет на бой Солнце янтарь Где тут хохол Где тут мазка Помню и я И еще живой То, как ты встал Передо мной Чтобы спасти Хоть и не спас Ты уж прости Господи нам Что же теперь В злобой пыля Смотрит хохол На пасхалях И на земле Там, где светло Будто во мгле Память смесло Пусть мы давно Стали золой Но все равно И под землей И под крестом И под звездой Помним, что мы Кровь одной Слышишь, хохол Павший солдат Если б я знал Все это, брат Я бы тогда В давнем бою Взял на себя Пулю твою Если б я знал Что будет так Там, где был друг Там, где был враг Сыпет на пол Солнце янтарь Где тут хохол Где тут мазка Аплодисменты 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 Только прости Я опять выступлю Когда его Стихотворение В республике Крым Почитали Мы возвращаем Букву И Там все депутаты Встали И ему Аплодировали Хорошо Спасибо И опять встречает Родина Ветерком Толкая в грудь Не дожил Отец До ордена Юбилейного Чуть-чуть Не дожил А было Много ли За спиной Годов И верст Мне во след Березы охали Когда шел Я на погост Слышишь Батя В звоне Праздничном Вышли Роты К рубежу Я на столике Покрашенном Все награды Разложу Слышишь Батя К полю Бранному Подкатился Юбилей Слышишь Строю Ветеранскому Поклонился Мавзолей И мортира Замортираю Мортира Шлет Салюты К небесам Я тебе Прокомментирую Весь твой Праздник По часам Не дожил Отец Качается За окном Обратный Путь Еще Как он Считается Это самое Чуть-чуть И сейчас Я спою Детя Леня Называется Это реальный Герой С нового Детства В нашей Деревне Жил Детя Леня Который Пришел С войны И вот Такие О нем Воспоминания Детя Леня 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 И цинга за Колыму А почок облетал, как Ахалина Крылов призыв, гранатами фраз И гремел, я не любил, не за Сталин А за волю, за правду, за вас Как же нас ругали мамы В дружбе с людьми ввиня И не раз штаны на лямке Не спасали от ремня А он падал, как обрубок Не доклеив сапоги Ведь на десять пар облок Ни одной с моей ноги А почок облетал, как Ахалина Крылов призыв, гранатами фраз И гремел, я не любил, не за Сталина А за правду, за волю, за вас Пусть давно ему крестик поставили В синем ельнике Но, как сейчас Но, как сейчас Прогремел, я не любил, не за Сталина А за волю, за правду, за вас А за волю, за правду, за вас Пацаны Вот так вот вот эти люди Наверное, кто-то еще ездит взяли Кто помнит таких, как Мина Телешков Кто в тазиках Потом Быстро-быстро Их встало Все неужели Спасибо Аплодисменты Пожалуйста Известный батюшка Мехов Есть удостоверение Хочу очень сказать Михаил Григорьевич Кизилов Миша, это главный редактор журнала «Смена» Мой товарищ Эти Артурный Вот он только просил мне Мне только Молодя Юлина Сказать пару слов, может быть Дело в том, что в 89 году Очень хороший друг Анатолия Поэт Артур Алло Сказал Что же вы, ребята, сделали И твое творчество Толя Будет востребовано очень долго Он имел в виду Обвинение германии Вот Об этом говорили нам очень многие В Европе И вот поэтому твои стихи Так сказать Востребованные еще будут долго Но так получилось, что еще Десять лет назад Творчество таких Великих поэтов, как Толя Было не очень востребовано у молодежи А нынче это Вы не представляете себе Что творится с сайтами Когда там вывешивается анонс И все повторяется на стихе Анатолия Посетители, так сказать Молодые ребята Молодые девчонки Просто, так сказать Десятки раз увеличивается Благодаря за то, что, так сказать Не только на бумажном носителе А имеет место быть в электронной двери Поэтому только в такое время мы живем Что дай Бог, чтобы поменьше была Востребованность тебя как поэта Я имею в виду международную ситуацию Чтоб меньше было поводу на твои отклики Но дай Бог, чтобы как можно больше была твоя востребованность Востребовалось, чтобы читатели на твою отклики Спасибо Поэтому не пуха тебя родные Спасибо Сейчас у писателей Пишу дорогие Писатели Миклеор Кизилова Главный редактор журнала «Смена» Один из тех, кто спас Вот те журналы любимые Вы помните многие журналы, которые были у нас Очень многие, я перечислять не буду Они ушли, к сожалению Молодая гвардия, еле вот сейчас решается вопрос А Михаил Григорьевич Кизилов «Смену» спас И «Смену» читают Я сейчас, вот тоже на Урале Там библиотеки, центральная библиотека И в этом городе Екатеринбурге На «Смену» подписка есть «Смена» к ним поступает Спасибо, Миша Трусливую память, закутавши в пледы Не едет Европа на праздник победы Такое в истории было не раз С угодливой яростью правду облаев Не помнят спасенные тех, кто их спас Кусок получая от новых хозяев А нам не впервые быть в битве одним С того и живые, что силу храним Что верой и памятью, полными света Убита беда и хранима победа И сегодня на поклонной горе Наверняка сейчас многие закончат У нас на нашей встрече Пойдут гулять на поклонной горе К театру большому Я написал стихотворение, но пока не стало песни Немножко отречитативного Попробую его продекларировать На поклонной горе Словно с тросточкой ветеран Нам обнять бы их всех Нам бы их поберечь С ними песни бы петь до утра Столько весен прошло Но не падает с плеч Неподъемная эта гора Столько весен прошло Но не падает с плеч Неподъемная эта гора Здесь слеза Здесь слеза Не в печаль Не в досаду Здесь смех И не в тяготу Звездам кресты Только жаль, что уже Трудно встретить здесь тех Для кого принесли мы цветы Нам обнять бы их всех Нам бы их поберечь С ними песни бы петь до утра Столько весен прошло Но не падает с плеч Неподъемная эта гора Столько весен прошло Но не падает с плеч Неподъемная эта гора Пусть же память хранит Этот гордый гранит Колоннадами вставший в эскорт Что же так обжигающе Сердце болит У таблички Украинский фронт Нам обнять бы их всех Нам бы их поберечь С ними песни бы петь до утра Столько весен прошло Но не падает с плеч Светлой памяти Наши гора Столько весен прошло Но не падает с плеч Светлой памяти Наши гора Красной датой Май Светит в календаре Пеклом памяти Полом Экран Ходит дождик Слепой По поклонной горе Словно с троскочкой Югий Тер Вот вторая премьера Женщина на войне Об этом тоже нельзя написать Ситуации бывали всякие И то что я спою сейчас Прочитаю и спою Это тоже Это тоже жизнь Война этой жизни У которой свои совершенно законы Я забыл просто сказать Что вот несколько песен Детя Леоня в частности была песня Сейчас будет болевая жена Музыку Музыку мне написал Очень хорошо замечательный композитор Игорь Слуцкий Он сегодня должен был здесь Буквально вчера вечером У него объявилась работа в Солнечный Горский Он очень просил передать привет всем Что если вдруг он успеет оттуда приехать Он всегда ходит И говорит Мои вечера взаимно посещаем друг друга И эта песня тоже будет музыка Написана им Ах сердце громкое о чем ты В тебе весна или вино И снова вспомнилась девчонка Из черно-белого кино Флажки выпархивают хлестко Визжат послушно тормоза На громовой нам перекрестке Сияют майские глаза И без игры на киноленту На миг отдел не оторвясь Она кричит корреспонденту Откуда родом? Где дралась? Да что во мне вдруг колыхнулось? Неужто ревности огонь? Она кому-то улыбнулась К пилотке бросила ладонь Я выйду в май из кинодали И затеряюсь в голосах Увижу звезды и медали И пепел памяти в глазах И снова душу обжигая Припомню старое кино Да где ж теперь она? Живая или под звездочкой давно? И долго-долго мне не спится О том я думаю грустя Что угораздило родиться Мне целых тридцать лет спустя Какой расклад бы там не вышел Какой бы доля не была Но из огня я выполз Выжил, если б такая вот ждала Не разводил бы обеседой Что потеряла, что нашел Но с ней дошедший до победы До края световый дошел Боевая жена Боевая жена В этой должности Нет на полях Боевых расписаний Недалеки Та, где смертями Набитые бои И до гроба любить На войне не дают обещаний Ведь война это жизнь У которой законы свои Говорят, что у войны Абсолютно не женские лица Может это и так Но опять через огненный ад На высоту ползет Девчонка-сестрица Словно ангел крылом Обнимая упавших солдат И нагрянет весна Как кино до военного мира Обвошенную ночь Забинтует черемухи цвет Боевая жена Фронтовая жена командира Вдруг заплачет на счастье Названия, которым нет Что поделаешь Если в землянке Душа замерзает И под встречным огнем Повстречались любовь и война И родная жена Только раз На войну провожает И почти каждый день Смотрит свет Боевая жена Перепутал опять Бездопад Небеса и погоны Но примчится приказ Разметал фронтовое жилье И навстречу свинцу Командир Оведет баталеты У последней черты Вспоминая Совсем ее А потом будет май И парадная тяжесть мундира И салют И салют И за тех Спасибо Руслану Слово Боевая жена Фронтовая жена командира Вдруг заплачет От счастья С которым Простилась на век Говорят Что умой Абсолютно не женские лица Может это и так Но опять Через огнет ее На высотку ползет Стиснув зубы Девчонка-сестрица Словно ангел крылом Укрывая Упавших Солдат Спасибо Что-то Руслану И как раз Дублировал Попевал тоже Он мне И знаете вот здорово Что Мы поем Вот я сейчас в зала Сколько у меня проходит вечеров Очень много перед 9 мая Очень много молодежи Это здорово И я даже был Однажды на концерте Где Песни о войне Пели дети И вот Один такой исполнитель Сегодня Григорий Спасибо большое тебе Что уговорил Уговорил Ну ты тайну Уговорил Ну ничего Я так Уговорил